Гибель военного моряка в селе Егоровка под Одессой обрастает новыми загадками. После того, как местные жители и пресса подняли шумиху, эксперты провели повторное вскрытие и обнаружили новые обстоятельства. Какие, расскажут наши корреспонденты. Сегодня Егоровка прощалась с Арсланом Шейховым. Матрос военно-морских сил, атошник, погиб в минувшую пятницу в свой 33-й день рождения. Проститься с ним приехали и сослуживцы. Гибель Арслана стала для них шоком. Он не мог обидеть никого в его пище. Я вообще не могу понять, как он ушел из жизни. В убийстве Арслана селяне подозревают бывшего милиционера Владимира Злова. В тот вечер матрос уехал с ним куда-то, а позже бездыханное тело военного нашли односельчане. Поначалу судмедэксперт установил, сломано одно ребро, во втором трещина. Мол, алкогольная интоксикация. Но вот после повторного вскрытия выясняется, сломаны 11 ребер, рассказывает отчим покойного. Было полтора ребра, да, поломанных, считайте так, стрещины, да? Остало 11. И что, это не видно при вскрытии? Ну как, я тоже не понимаю. Написал утру и ненаведомую речью виной. Он говорит, так положено. Отравление алкоголем в сочетании с каким-то токсичным веществом. Сейчас это основная версия гибели Шейхова. Окончательные результаты будут известны через 10 дней. При этом в полиции говорят, 11 ребер были не сломаны, а лишь повреждены. Деформировал их якобы тот самый Владимир Злой. Как пояснили эксперты, это сдавливание, тиск. Как пояснил подозренный, он пытался таким образом повернуть до жизни человека, пытался делать ему штучное дыхание, сдавил ему грудную клетину. При этом, по словам родственников, эксперты рассматривают и версию смерти в результате болевого шока. Вот как прокомментировал это сельский врач, который первым осматривал тело Арслана. Болевой шок возникнет в любом случае при переломе 11 ребер. Очень болезная вещь. Явные нестыковки в результатах первой и второй судмедэкспертиз, путаные показания Владимира Злова, а еще его связи в правоохранительных органах и то, что все дебоши сходили ему с рук. Все это у жителей Егоровки вызывает сомнение в том, что расследование пройдет объективно. Полина Спасенко, Андрей Анастасов, Игорь Механошин. Подробности телеканал Интер. Одесская область.